Первый тайм получился очень содержательный с нашей стороны. Играли в комбинационный футбол, создали 3-4 стопроцентных момента и в то же время не позволили сопернику ничего создать возле наших ворот. Соперник играл по схеме 4-4-2 и в фазе атаки у них бывало по 4 нападающих. И наша достаточно цепкая и жесткая игра в средней части поля способствовала тому, что мы проводили ряд быстрых ответных атак, которых, я как сказал, создавали моменты и могли создать еще больше. После перерыва игра немного изменилась, соперник уже не стал идти вперед такими большими силами, больше играл от обороны, соответственно, игра стала более такой плотной, моментов стало возникать реже. Где-то к 70-й минуте мы немного подсели физически и стали производить замены, которые освежили игру и во многом благодаря этому смогли забить победный мяч в конце матча. Когда-либо в карьере приходилось играть или руководить командой вот при такой температуре воздуха минус 15? Нет, это первый раз. Необычный опыт, но я этого опасался, но то, как ребята вышли, как они играли, то оказывается все хорошо. В ближайшие без малого три месяца предстоит провести на первой строчке турнирные таблицы. Насколько важно было выиграть именно сегодня? Нам важно выиграть каждый матч, и важно было сегодня выиграть еще потому, что впереди отпуск, и нужно было быть сегодня профессионалами, не идти раньше времени. И это радует, что мы показали себя с профессиональной точки зрения, вот сегодня отыграли максимально и добились сложной победы. Ну и завтра жеребьевка раунда плей-офф юношеской лиги UEFA. Какого соперника ждете лично вы как тренер, и может быть в команде, кого хотят больше видеть? Ну все команды топ, и там эти восемь соперников, ну там и Манчестер и Юнайт, и Реал, и Атлетико, то есть какая не попадет, будет очень серьезный соперник. Ну с ребятами разговаривал, каждого свои предпочтения, поэтому ждем, что завтра нам попадется кое-что жеребие. Будем усиленно готовиться к любому сопернику, и ждем с нетерпением этой встречи. Спасибо.